Мы сегодня поговорим, наверное, о классных старых мастерах, в кавычках старых, да, которые вдохновляют многих современных художников, в том числе и тебя. Чем они тебя вдохновляют, эти художники? Вообще, кто они такие? Ну, исполняя свои произведения, мы всегда чувствуем нехватку знаний. И, как обычно, мы оглядываемся вот так по сторонам, кто бы нас научил этим знаниям. Среди современных художников, конечно, есть немножко мыслящих, таких людей, которые делают загадочные, красивые композиции, мудрые композиции, интересные. Но все это уже было когда-то, уже когда-то кто-то об этом говорил, уже когда-то кто-то делал эту цветовую гамму. И композиционные решения. И вот есть очень хорошая такая пословица, которая называется «Талантливые люди подсматривают за тем, что уже сделано, а гении берут просто и воруют». Это такая есть пословица, и на самом деле это так, потому что все, что уже когда-то сделали люди хорошего, как колесо. Вы знаете, когда колесо придумали, кто-то умный придумал, что можно ехать на деревянном колесе. Сейчас «Бугатти», да, мчится по этому же принципу, что колеса двигаются и за собой двигают, на себе двигают то, что, значит, человека, по воздуху и то, что человек везет. И качество, да, деревянное колесо и, допустим, современная машина какая-то очень хорошая. Или вот пишущую машинку, которая за тебя, пишущая. Пишущая машина превратилась в компьютеры, да, сейчас и люди пользуются, и свои знания держат в такой маленькой коробочке. Но самая лучшая коробочка для наших знаний – это вот этот наш интеллектуальный потенциал, который мы можем спокойно, без зазрения совести, брать у старых мастеров. Для того, чтобы писать новые картины, задумывать новые композиции, пользоваться их цветовой гаммой, пользоваться их различными способами, донести красоту до зрителя. И, конечно же, такой человек, как маленький художник Анри Дулуз Латрек нам показал, как из плохого можно сделать хорошее. Он сам сказал, что если бы у меня были большие, хорошие ноги, я бы просто был развратным повесой. А так как я коллега, я стал знаменитым художником. И вот у Дулуз Латрека чему мы поучимся. Вот он, наш знаменитый виртуоз изображения движения человека. Ему не надо было, чтобы кто-то позировал. Он мгновенно взглядом хватал. Ну, посмотрите, какая фотография интересная. Тулуз Латрек стоит, тут же ему обнаженка гуляет по его мастерской. И тут же он огромную картину пишет. У него были лесенки для того, чтобы забраться и писать по всей картине. И он, конечно же, схватывал моментально какие-то движения человека. В основном он рисовал танцующих канкан-дамочек, которые не позировали ему, а только вот двигались рядом. И как вот можно было схватить, допустим, вот это вот движение, посмотрите, танцующее. Мы сейчас на фигуративном классе это делаем, когда нам позируют девушки и мужчины спортивного телосложения по полминуте. И мы пытаемся схватить их движение подобно Тулуз Латреку. Мы у него учимся этому. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы потом, когда нам будет, никто не будет позировать, допустим, мы придем в оперный театр, да, и захотим балетную какую-то нарисовать студию, да, балерины не будут нам позировать. Они будут себя разминаться, танцевать, подпрыгивать, а мы должны будем схватить их самое главное, самое выразительное движение в своей картине. Вот мы учимся вот Тулуз Латрека этому. И, конечно же, мы напишем картину с вами, возьмем какой-нибудь наш набросочек и сделаем, оденем этот набросочек, типа, эта девушка танцует кан-кан в Мулен-Руж, Париже, да, в Серебряном веке, когда Тулуз Латрек с них делал наброски. И он же и придумал, конечно, плакатный стиль, вот, когда очень выразительная фигура, одетая в яркую одежду, еще упаковывается какими-то буквами, какими-то словами, призывом к чему-то, да, на какое-то приглашение, на какой-то спектакль, на какое-то спортивное действие. Вот, велосипедисты едут, допустим. В общем-то, очень многому можно научиться Тулуз Латреку и особенно, как он действовал с цветом. По его работам можно выработать свой фирменный стиль, наверное. Допустим, какого-то своего бренда, своего бизнеса, да? Если только вы любите очень сильно Тулуз Латрека. Поэтому я вас прошу, какие бы вы работы не видели каких-либо художников, себе запоминайте, кого учителя вы хотите себе взять. У меня-то есть такие принципы, потому что я уже 40 лет собираю тех художников, которые, если бы они были живы, я бы с удовольствием к ним пошла в мастерскую и училась бы у них, ну, напрямую. Но так как они уже ушли, нам приходится учиться, читая книги о них, смотреть репродукции, смотреть документальные фильмы о них. Вот он, видите, как лежит, отдыхает. То есть он, в принципе, был довольно-таки внутренне собранным человеком, если бы только не его вот эти вот увечья, как говорят, которые его превратили в художника. Ему надо было все равно реализоваться, несмотря на то, что ножки не росли. Посмотрите, как движение лошадей он сделал, так? И тут же и наездники. Это все. Ну, как? Они же едут, мчатся, а он быстренько берет и схватывает. Значит, что? Воображение, домысливание у него было на самом высоком уровне. Ну, гений. Ну, хорошо. Сейчас есть много художников, которые пишут, допустим, море. Да, это же в движении волна там или корабль. Кто не может это море сделать живым? А, ну, мертвое, оно как постмассовое, это же невозможно на это смотреть. Море нельзя писать как таковое. Там каждое движение волны подвластно природным. И только Айвазовский смог схватить это. Знаете почему? Потому что он все свои картины писал по воображению. То есть у него так работал внутренний взгляд, который запоминал. Зрительная память была на самом высоком уровне. Вот, допустим, он плавал там с морскими военными пароходами где-то. Он быстренько себе записал цвет моря такой-то при шторме, там волна такая-то. Это правило. Он правило у природы взял. Потом пришел в мастерскую. Она, эта волна у него вот здесь, зрительной памяти. Кто когда-то в музыкальной школе учился, тот знает, что такое зрительная память. Когда играешь произведение, а у тебя ноты проплывают перед взглядом. То же самое у Айвазовского было. То же самое было у Анри Тулузла трека. Он себе подсмотрел, да, как танцуют кан-кан дамочки. А потом пришел в мастерскую. И по зрительной памяти он взял и написал картину. То есть нам надо учиться у них, да. Кто еще может быть нашим учителем? Мы для себя выбрали Амадео Модельяне. Путешествия по музеям мира мы видели работы этого мастера. Ну, так сказать, что отойти от этих работ невозможно, это ничего не сказать. Потому что они, знаете, что делают эти работы? Они утягивают к себе, ну, допустим, кто-то нарисован, ну, допустим, девушка, да, нарисована, написана, лежащая обнаженка. Это утягивает в холст внимание художник внутрь изображаемого, ну, существа. То есть внутрь этой девушки. Кто она? Как ему удается это сделать, непонятно. Поэтому было бы неплохо выучить все правила живописи Амадео. Он просто мак и волшебник, потому что все его работы похожи на детские. А все впечатление от работ похоже на магическое, на взрослое восприятие. Такое, что ты как будто бы знаешь об этой девушке все. Как ему это удалось через краски сделать, непонятно. Даже вот изображая портреты и вместо глаз делая петельки, вот знаете, для пуговичек, он показывал внутренний мир человека настолько, что возле этой девочки в голубом, она в углу стоит, девочка такая пятилетняя, это настолько одинокое и запуганное существо, что ничья сразу, что у нее никого нет. У женщин, в том числе и у меня, слезы наворачиваются на глаза, потому что мы понимаем, что внутри духа этой девочки. Это просто вот ничто не отвлекает в живописном плане от внутреннего состояния человека, которого он изображает. Это просто, ну вот, можно все рассказать об этой женщине. У меня лично мороз похоже от его работ, потому что он, что он умел? Дух написать? Да, он мог написать внутреннее состояние человека, не отвлекаясь на красивую, допустим, живописную, светоносную, светотеневую форму. И даже в композиции он баловался, как он хотел. Рисовал пары людей, потом своих друзей он рисовал, Анну Ахматову он рисовал беспрерывно. И мы, конечно же, знаем о этой истории любви двух гениев, Анны Ахматовой и Амадео Модильяне, только через несколько набросков. Он сделал 24 наброска с нее, с обнаженки. И даже в линии он мог передать состояние любви этих двух людей, своего и Анны. До нас дошло всего 6 или 7 набросков, и где-то 24 расплавились в мире по частным коллекциям. Нам остается учиться у него, чему? Основному нам нужно научиться у Модильяне. Чему учиться? Скорее всего, рисуя человека, не затмить его внешней красотой. Вот внешнюю красоту, допустим, видим, там, светотень лица, там, блики в глазах, цвет кожи. Он на все это не отвлекался. Он просто заходил внутрь этого человека и вынимал из него как исповедь, как будто бы человек исповедуется перед вами. Мы вот попробуем это сделать, нам будет позировать девушка. И мы похожее на тех, которых рисовал Модильяне. У которых ничего нет такого, что может внешней формой как бы отвлечь. Мы сделаем спокойную одежду и спокойный образ девушки. Поставим две камеры, чтобы вы могли тоже делать ее как с натуры. И попробуем сделать почерком Модильяне, чтобы показать ее внутренний мир. Только попробуем. Хотелось бы, конечно, поучиться еще у одного американского художника, который недавно нас покинул, только в седьмом году, Эндрю Уайт. Это человек, который настолько собранный в себе был, всей своей гармонией, что ему не надо было выезжать даже из своего штата Пенсильвания, там, где он трудился в своей какой-то среде, в своем поместье, в своем деревянном доме. Ему не надо было даже сильно путешествовать для того, чтобы вынуть из себя и преподать другим людям качество своих живописных произведений. Но они напоминают и графические, потому что только в графике можно было так глубоко зайти в состояние осознанности себя вот в этих произведениях. В основном его, знаете, как обозначили, как рисующий ветер. И вот он мог рисовать свою жену в пустой комнате, показывая, как она спит, дотрагиваясь осознанно кистью до этого тела так, что как будто бы мы находимся рядом с ним. Тут уже у Модельяне наоборот, он показывал внутренний мир человека, а здесь Эндрю Уайт показывает себя. Он так дотрагивается до холста, что мы превращаемся в него, в этого художника, в Эндрю. И завидуем ему, как это осознанно можно было показать вот этот глинобитный подоконник. И даже то, что ему было зябко, ну холодно, когда он рисовал вот эти вот фрукты, которые уже, знаете, перед зимой. Или вот когда он рисовал вот эти окна, мы знаем, что ему было одиноко в этой квартире, что там ветер гулял, и что часто даже у него не было, что кушать. Сейчас я вам покажу, здесь у него есть работа, день сурка. А, вот, и, а, вот посмотрите, состояние одиночества, да, как показано. Ничего не отвлекает, и мы чувствуем, как художнику, не то, чтобы было скучно, но возле него не было громады, количества людей, которые бы его отвлекли. Рядом с ним были доски, сухие травы, глинобитный потолок. Одеяло, пэтчворк, составленное из разных лоскутков. Потом, посмотрите, солнечный свет он к себе в друзья взял, сильно по цвету не отвлекался. А по тону, конечно, он игрался, как хотел, как настоящий график. Вот, посмотрите, как кусочек своего дома с солнечным пятном он вырвал из территории суеты, да. А ведь это вот вроде как суета, да, стульчик такой для пианино. И вот какая-то скульптурка здесь сделана из чего-то. Вот, и он остановил это мгновение, показывая, что это тоже важно в этом дне. Понимаете, важность дня. Потом вот эту работку я хотела бы вам показать. А, вот же, та работа, которую я хотела вам показать, называется «День сурка». Знаете, это сейчас, наверное, конец марта, когда уже вся еда съедена за зиму, а новая еще не появилась. И вот какой-то там во дворе поста еще ничего не расцвело, и на столе поста пустая тарелочка, и даже не надо, чтобы человек здесь находился. Да, «День сурка» у них считался голодным днем, типа голод, да. Он как-то как фотограф умудрялся из интерьера или из каких-то мест какой-то фрагмент. Как он выбирал настолько стильный фрагмент, который потом уже писал? Это же выбор композиции. Это мы у него будем учиться заходить внутрь себя, чтобы понять, что важнее всего. Вот для него важнее всего было в эту зиму, это вот этот забор, понимаете? И он этот забор взял и подчинил его композиционному строю своему. Он о себе рассказал вот этим забором. Он о себе, о своем одиночестве и о своем, как сказать, собранности, о своей территории, собранности внутри себя он рассказал через вот эту забрызганную глинобитную стену, да. Зимка такая. А посмотрите, когда он начинал рисовать человека, как тоже он его через себя проломлял, так? Как бы через, что это, вот этот вот афроамериканский черный человек, это его друг, без которого он не может жить, скорее всего, или его лесник, или кто-то. А посмотрите, как он... Там на него заходит солнечный луч, кстати, черный, который у нас появился слева на стене, как раз в интерьере, вот. Появился? И он, да, этот солнечный луч вечерний, одесский солнечный луч, он сейчас заходит вот на эту композицию всю. Очень классно, символично. Давайте посмотрим, как он к своей жене относился. Посмотрите, вот его жена, которая без тени, всякого стыда позирует ему в любых позах обнаженки. И он ее и солнечным лучом делает, и спящую, и позирующую на коленях стоящую. Но он же по ней проходит, объясняясь в любви этой женщине. Мы не знаем, кто она, но мы знаем, кто он в момент написания этой своей жены, так? Но она очень нестандартная. Она нестандартная, но она делает все, что он скажет. Он скажет позировать стоять, она стоит и позирует. То есть такая безропотная жена, которая ему, она еще живет сейчас, эта женщина на земле, рыжие волосы. Ее, конечно, все обожают, потому что через нее он рассказал о себе. Вот это художник, который рассказывает о себе, собирая внутрь себя вот это вот все состояние, там, где он жил, и как он к этому относился. То есть у Эндрю Уайта мы будем учиться осознанности себя в пространстве мира. И стилю. И стилю. А стиль оттуда же выходит. Откуда-то отсюда. Даже может где-то вот отсюда. Еще один человек, у которого просто необходимо учиться, потому что он совершил, считаю, огромный подвиг своей живописной практики, посвятив всю жизнь написанию прекрасных картин. И вот одна из них, это картина Питера Брейгеля, старшего «Охотники на снегу». Я думаю, что ее знают все. А вот давайте посмотрим теперь. Знаете ли вы вот эту работу Питера Брейгеля? Посмотрите, какая куча мала. И эта работа из 60 людей, даже может больше, 60-70 людей. Мы с Владимиром делаем сейчас копию с нее. Это вино Святого Мартина. Вот эти все люди, крестьяне, стремятся к этой красной бочке, чтобы попить винца на этой площади. Да, там вывозят вино, и вот они в какой-то день праздника Святого Мартина пьют это вино из различных, даже не только глэчиков, а даже из шапок и из туфлей пьют, поверьте. И здесь и дети, здесь и мужчины, здесь и женщины, крестьянки. В общем-то, такое перемешивание людей, как будто бы в детском калейдоскопе. Мы с вами, помните, в детстве видели такое, когда мы всеми своими игрушками игрались так, как будто бы это одно целое. Вот Питер Брейгель так игрался с человеческими существами. Он их стилизовал по-своему, он их одевал в нарядные одежды, он их рисовал в необычных позах разнообразных тоже. Он все шел через рисунок натурный. И вот он любил переодеваться в крестьянскую одежду и посещать крестьянские какие-то праздники. И он на этих крестьянских праздниках подсматривал и зарисовывал их движения, вот этих вот крестьян, незамысловатые, танцевальные, какие-то грустные, радостные движения. Человек в танце он делал, человек, играющий на музыкальном инструменте. И все потом брал и переплетал их между собой, рассказывая о множестве людей через верю, что это было так. Вот к Брейгелю не прицепишься, у него 100% ты веришь, что была эта Вавилонская башня. Хотя он, конечно же, и придумал эту Вавилонскую башню, и придумывал и движение людей в детских играх, движение людей в поговорках у него есть. Ну, конечно, у него очень много есть хороших, больших пейзажей, которые символизируют зиму, весну, осень, лето. У Брейгеля можно учиться всему, в том числе и тому, чем мы действуем. Он тоже писал тряпкой, он делал лезвием некоторые процарапывания. То, что мы сейчас тоже делаем, блайтен сокс, носок лезвия. Оказывается, Брейгель это уже делал. Но научиться так символизировать человека, как это делал Брейгель, это наша задача. И мы будем это делать, как будто бы он сейчас живет, Брейгель, как будто вот он должен сейчас войти к нам и сказать, действуйте так. Ну, конечно, самое лучшее – это увидеть его живьем на его выставке. Такое идет сильнейшее наполнение. Вот я вам скажу, что после посещения выставки Брейгеля спать невозможно. Информация от его работ идет и ночью, и на следующий день. И вот сейчас, по прошествии уже нескольких месяцев, как будто бы там и находишься, среди этого праздника крестьян. Там, где люди перекручены друг с другом и с природными явлениями тоже. Каждая картина Брейгеля получается, как книга, с таким сюжетом глубоким, который, она, кстати, наверное, не дописана, эта книга, по каждой картине. Ведь как можно рассказать сюжет? Он же не прилагал к своим картинам описание полноценное, наверняка, или я не знаю просто. Он мне прилагал, но он рассказал о территории своего замысла 90%. 10% он оставил нам. Все равно чуть-чуть не дописанно есть сюжет, но знаете какой? Духовности. То есть, он описывал внешнее состояние, допустим, танцующих людей, но он нам оставил чуть-чуть дописать того, что есть у Мадильяне. Внутреннего состояния этого танцующего крестьянина с этой танцующей крестьянкой. Мы должны это домыслить сами. Конечно же, одним из самых знаменитых бунтарей и безалаберных художников и гениев был Пабло Пикассо. Он так собой засветил этот 20 век, что кроме него, наверное, и ленивый не узнает, что есть такой художник. Его и Пикассо, и Пикассо, и дети его склоняют. Его все знают. Почему? Потому что он прошелся так это по искусству фортиссимо, скажем, в форте. Ну вот его известная работа «Девочка на шаре». И вот эти все периоды голубой, розовый и всякие его возможности, которые он делал в эти периоды, они уже как бы искусствоведами сказаны. А вот как бы нам это понять, кто такой был внутри этот художник? И я вам скажу, что он был вечным экспериментатором, который не просил за картины деньги. Ведь сильнейшим отрицательным качеством художника является то, что художник хочет нравиться людям. Не делая ничего для того, чтобы оказаться здесь и сейчас и сказать какую-то философскую истину, допустим. Рассказать человечеству что-то сокровенное, да? Нет, вот я хочу понравиться, я хочу за эту работу взять определенное количество денег. Никогда не получится хорошего произведения. А вот Павло Пикассо, смотрите, он жил так, как будто бы рисовать было для него это дышать, кушать, двигаться в пространстве, выпить чашечку кофе, все, что нужно человеку. А он это все превращал в рисунки. Это для него было самым главным действом. Ну, известно, что он шел, да, по берегу моря и с зонтиком рисовал рисунки на мокром песке, и тут же волна смывала эти рисунки. То есть он написал самое большое количество работ, но если бы он написал только одну гернику, то его бы уже давно, ну, все равно поставили как главного художника 20 века. Потому что своей герникой он рассказал больше, чем любые демонстрации на 9 мая, да, что фашизм это плохо. Вот одно произведение искусства говорит о том, что фашизму нельзя допустить опять на земле. Вот посмотрите, как он рисовал состояние девушек, которые, девушек-юноши, которые проводят время за абсентом, да, в кафешках парижских. Все, что он не видел, он превращал в действие живописца, графика и хулигана. А вот посмотрите, внутреннее состояние человека, как он написал. И вот сейчас я вам поставлю одну работу, которую написал Пикассо или нет. А ну-ка давайте посмотрим. Теннисистка. Нет, это не Пикассо. Это наш с вами современный художник Владимир Харченко. Ну, похоже, да, на Пикассо. Внутреннее состояние спортсменки, которая думает совершенно о другом, но только не о теннисе. О чем это говорит? Он учился у Пикассо? Подражал ему, копировал? Вот еще раз говорю, что гении воруют очень хорошо. Ну, что такое воруют? Пикассо очень много наворвал у африканских масс, очень много. И он не стеснялся тырить их, понимаете? И он не стеснялся потом этих женщин своих, которые за него вечно дрались, превращать в эти африканские маски. И, в общем-то, что мы с вами сделаем на Пикассо? Я думаю, что мы напишем с вами натюрморт со скрипкой. И попробуем этот натюрморт со скрипкой так переворачивать и посоединять, допустим, с другими музыкальными инструментами, чтобы получилась не скрипка, а музыка. Понимаете? Он презрел реализм ради внутреннего состояния того, что он рисует. Мы можем все рассказать об этом человеке, который... Может, Пикассо, он и не показал свой внутренний мир, но Пикассо знал о его внутреннем мире и Шмидт добавил своего для того, чтобы усилить вот это вот восприятие внутреннего мира этого человека. Ну, то, что он беспрерывно менял свои предпочтения в живописи, это говорит о том, что нельзя привычкой загнать себя в мастерскую навечно. Находясь в мастерской и рисуя одно и то же, мы делаемся просто ремесленниками, которые зарабатывают деньги. И делается скучно в искусстве. Художник должен быть исследователем. Сто процентов. 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 Сто процентов.